МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 2 августа, вторник, на часах в Якутске 19.15. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо в студии Владимира Сенюшкина. Прямой эфир. И, как всегда, мы рады, будем принять ваши звонки по телефону 35 33 10. Звоните, пожалуйста. Сегодня у нас в гостях. Министр по делам молодежи и семейной политики Республики Саха-Якутия Афанасий Владимиров, Афанасий Семенович. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Заглянули. Афанасий Семенович, вот всегда предваряю тему беседы основную, даю какое-то высказывание известного человека и спрашиваю об отношении гостя. Ну вот, вам приготовил такое высказывание Федерико Феллини, великого режиссера итальянского. Молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости добиться этого. Вы бы согласились? И вообще, я понимаю, что с этого высказывания прошло достаточно много времени. Может быть, молодые люди изменились? Добрый вечер. Нам всегда интересно наблюдать за вашей передачей. И вот этот сюрприз, наверное, он сегодня актуален. Но актуален в том плане, что действительно молодые решительно действуют. В плане, знают ли они, что хотят? Я считаю, что знают. Сегодня те условия рыночной экономики позволяют сегодня, если молодой человек не будет знать, что он хочет, знать, что он должен сделать, то, я думаю, что он несколько будет неуспешен. Поэтому мэтр кинематографии высказывался, наверное, с позиции того, что его окружали рядом молодые журналисты или актеры и так далее. А он с высоты своего профессионального роста оценивал их. Я думаю, в этом плане его оценивали. Спасибо. Спасибо за ответ, Фанас Семенович. Давайте уже, кстати говоря, молодые люди полны решимости добиться чего-либо. И вы сейчас это подтвердили. Много мероприятий проводит министерство для молодежи и с помощью молодежи? Система мероприятий достаточно, как говорится, насыщена активностью как наших специалистов, так и общественных организаций. И в рамках нашей молодежной политики не только республиканского уровня мероприятия, но и на муниципальном уровне очень много событий происходит. И сегодня активная молодежь имеет площадки для самовыражения, самореализации. И мы в целом за год у нас, допустим, насчитывается до 300 мероприятий. Много. Да, среди них есть районного уровня. Давайте поговорим с недавно прошедшего. Отчеты о том, как прошел молодежный форум «Синергия Севера» в 2016 опубликовали почти все издания. Может быть, вы добавите что-то? Как он прошел? Что это было? Я благодарю работников средств массовой информации, которые нам помогают информировать население. Ну а Дальневосточный образовательный форум «Синергия Севера» в этом году проходил с 21 июля по 25 июля в местности Артодойду. Ребята жили в палаточном городке. 400 наших молодых ребят из 24 муниципальных районов собрались. Были представители Дальневосточного федерального округа из 7 субъектов Дальневосточного федерального округа. Конечно, в первую очередь это широкая образовательная программа. А вот зрители наши, кстати, сейчас видят логотип «Синергия Севера». Может быть, вы чуть-чуть расскажете? Широкая образовательная программа. И название в этом году изменено. И оно, если раньше проводилось как Сахас-Селегер, сегодня «Синергия Севера». Мы здесь объединили два слова. Это «Синергия», чтобы получить синергический эффект от всех направлений шести. И как раз в этом логотипе разный цвет, стремление объединиться, стремление идти вперед. Наше северное сияние, наша особенность северного сияния. В том числе и близость величавой реки Лена, которая вдохновляет на реализацию тех иных проектов. Поэтому, я считаю, что этот логотип отражает в целом решимость молодежи. Поэтому, объединившись, приложив усилия, получить хороший эффект. И шесть направлений, как раз они все разные. Удалось этого добиться на этом форуме? Да, мы считаем, что удалось. Все направления, на первый взгляд, разные. Но, на самом деле, они окружают нашу жизнь. У нас направление по предпринимателям было отдельно. У нас было направление отдельное для инженерных специальностей. От прогресса, от их технической мысли инженеров зависит и наша жизнь. Были такие направления, как мир кино. Сегодня и вы свое начало тоже с высказывания режиссера Великого сделали. Поэтому мы добились синергетического эффекта не только в рамках тех направлений, которые есть в нашем образовательном форуме. Но и мы вышли за пределы нашего образовательного форума. Мы просмотрели всех наших участников. И часть из них у нас рекомендуется для организации проведения тех же проектов, которые они предложили. И вовлечения их в реализацию других проектов. То есть образовательный форум завершился, но он дал начало другим идеям и проектам. Молодые ребята удовлетворены, эмоционально заряжены на будущее и готовы свои проекты реализовать во благо развития нашей республики. Убрать новые вершины. Афанасий Семенович, согласились ли бы вы с высказыванием Андрея Исаевича Борисова, который комментируя итоги форума, о котором мы сейчас говорим, сказал, что стране нужен новый закон о молодежной политике? Да, я бы с ним согласился в части того, что совершенствование нормативной правовой базы для развития молодежной политики на всей территории России должно развиваться и совершенствоваться. И новый, может быть, закон о молодежной политике имеет место. У нас есть основные направления молодежной политики на территории России. Мы им соответствуем. Мы свою нормативную базу у нас в республике тоже совершенствуем. Но на российском уровне, я думаю, что нам необходим новый закон. Хорошо. Давайте о других мероприятиях, крупных, республиканских. Еще одно. Съезд молодежных общественных объединений должен пройти в сентябре. Ежегодное мероприятие. Нет, не ежегодное. Есть определенный цикл проведения съездов. И в декабре месяце все наши активные молодежные организации собрались, обсуждали в целом... 15-го года. Да, 15-го года. Обсуждали в целом, как взаимодействовать, как объединить свои усилия. Ну и предложили на рассмотрение так называемую декабрьскую резолюцию, в которой было как раз предложение министерству организовать и провести очередной съезд молодежных общественных организаций. Поэтому мы, собрав все предложения, сегодня готовы уже организовать этот съезд. В сентябре мы его... В связи с тем, что это начало нового учебного года, студенты выходят, как говорится, после летнего отдыха. Кто-то занимался в стройотрядах, кто-то занимался в организации «Игры дети Азии» и так далее. Кто-то участвовал на образовательных форумах с новыми мыслями. В новый учебный год, я думаю, мы соберемся и обсудим дальнейшее развитие молодежной политики на уровне НКО. Объединений. Да, на уровне объединений. Сегодня внимание к некоммерческому сектору достаточно высокое. И они вносят свою лепту в развитие социальной политики, экономики. Ну а для нашего министерства это, как говорится, самые, что не на есть наши основные люди, которые продвигают идеи и проекты. Форум лидеров Арктики. Еще одно мероприятие, которое состоится в этом году. У нас на приоритетных направлениях обозначено, что с молодежью, которая у нас проживает, работает в арктических муниципальных районах, мы должны по-особому заниматься. Поэтому мы приняли решение проводить отдельный образовательный форум молодежи Арктики. В прошлом году мы провели, нужность этого проекта все отметили, и активность от молодежи северных архитических улусов мы замечаем. И вот участие, допустим, в волонтерском корпусе к детям Азии у нас, представители семи районов было в нашей синергии севера, семь муниципальных районов, Аннабарский, Оленевский, Нижнеколымский и так далее, они участвуют. Поэтому, насколько их активность сегодня в наших всех мероприятиях, настолько и их уровень восприятия мира и их полезность для своих муниципалитетов мы сегодня ощущаем. Поэтому обязательно мы в этом году проведем, но это мероприятие у нас состоится в ноябре месяц. Да, и призываю, что партические улусы, руководители этих муниципальных районов обязательно на это обратили внимание и направили своих молодых ребят. Афанасий Семенович, а вот я слушаю сейчас вас и ловлю на мысли себя, что даже если эти форумы, эти мероприятия и пересекаются в каких-то точках, то они скорее взаимодополняют друг друга, а не конфронтируют между собой никак. Ни в коем случае вы правы, это выстроенная логика таких системных мероприятий позволяет нам не только выявлять лучших, но и вовлекать и находить применение этим активным ребятам. В том числе и для формирования молодежного кадрового резерва. Поэтому все наши мероприятия, они не случайны и они не проходят раз и все. Поэтому имеет каждое свое продолжение и логику совершенствования. Важный момент, то, чему уделяется большое внимание и в стране, и в республике. Как вот эти и другие республиканские молодежные мероприятия могут способствовать и способствуют патриотическому воспитанию молодежи. Давайте об этом аспекте чуть пошире. Сегодня на федеральном уровне принята программа патриотического воспитания молодежи. У нас есть отдельная подпрограмма и мы получили задание с тем, чтобы усилить это направление. Потому что сегодня патриотическое воспитание это приоритет государственной национальной политики. Об этом Владимир Владимирович Путин говорил. И мы сегодня, имея опыт, в том числе и советского периода, на примерах трудовых подвигов, на примеры боевых подвигов, конечно же, должны воспитывать сегодня молодежь. И вот мы проводили до этого уже два слета военно-патриотических клубов. И активность молодежи достаточно высокая. Им нравится заниматься в этой сфере, им нравится проявлять свои качества, физические качества, проверять свою выносливость, психологическое качество и так далее. Поэтому мы одними из первых сегодня в России создали региональное отделение Всероссийского движения Юнармия, которое в рамках Российского движения школьников проходит. Мы готовы сегодня оказать как материальную, так и моральную поддержку нашим военно-патриотическим клубам. Здесь у нас лидерами, конечно, являются те клубы, которые занимаются вокруг структуры общественной, такой как ДСАФ. И принято решение строительства центра патриотического воспитания у нас в республике. А вот чем он будет заниматься и для чего нужен центр? Мы сегодня ориентируем на то, что ведь не просто само патриотическое воспитание, мы должны готовить граждан, как говорится, к военной службе, граждан к самостоятельной взрослой жизни. И, соответствующим образом, наверное, относиться к тому месту, где ты родился, ну и, соответственно, к Якутии и к России. А центр-то? А центр как раз будет тем движущей силой, которая объединит все наши военно-патриотические клубы, общественные организации, которые сейчас, ветеранские движения. У нас очень хорошо работает комитет родителей солдат и матросов, юнарами, я сказал, и ассоциация участников боевых действий. Поэтому мы совместно с военкоматом решили объединить усилия. Там же у нас будет и призывной пункт, где ребята будут собираться, соответствующее их формирование и отправка в ряды российской армии. И те направления, которые нам необходимы, допустим, секции технических видов спорта, военно-прикладных видов спорта, там тоже будут иметь место. Поэтому я надеюсь, что в 2018-2019 году мы этот объект получим. Бальзак писал, будущее в руках матерей. Что значит для Министерства семейная политика? Действительно, будущее в руках матерей и наша жизнь... Но все-таки формирование человека в основном происходит в семье. Наша жизнь зависит от отношения матери к своим детям. Поэтому для нас семейная политика является тем направлением, когда мы должны видеть лучшие семьи, которые у нас ценят настоящие ценности, человеческие семейные ценности, формируют их вокруг себя. Мы сегодня ориентируем на то, чтобы, проводя фестиваль «Семья года», ориентируем, чтобы общественная знала многодетные семьи, какие у них взгляды, какие принципы на жизнь, какие достижения. И вот в этом году, допустим, мы проводили ярмарку семейных проектов во время национальных праздников СССР в Намцах и в Вилюйске, в Тасагаре. И просто удивлялись и радовались тому, что многодетные семьи, казалось бы, сегодня в рыночных условиях, им сложна жизнь, но они сегодня имеют определенное хозяйство, определенные реализуют проекты или по предпринимательству, или по ремесленничеству, или по каким-то другим творческим направлениям. И несмотря на сложности, как говорится, экономические, родители воспитывают своих детей достаточно уверенно и формируют в них истинную любовь к родине и к своим предкам. Я думаю, что семейная политика сегодня должна быть тоже в приоритете. И мы должны знать не только положительные примеры семей, но и знать долгожителей. Сегодня долго жить – это тоже важно. И для Якутии примеры долгожительства достаточно хорошие. Уже минута остается. Афанат Семенович, надо спросить еще, как формируется молодежный кадровый резерв? – Система выстроена. Это ряд таких мероприятий, как деловая игра «Министр». Мы говорили о синергии «Севера». И в рамках исполнения указа главы мы формируем в заявительном порядке и проводим тестирование, собеседование. И сегодня у нас порядка 100 резервистов молодежного кадрового резерва имеется. С ними мы будем заниматься повышением работы и так далее. – Остается время только проанонсировать фестиваль «Берег дружбы». – «Берег дружбы» – это фестиваль бардовской песни, который проходит ежегодно в Алдане, в Тамоте. Десятый раз он проводится. – 19 августа начнется. – Да, 19 августа. – И я приглашаю всех. – Поздравляю вас с юбилеем. – Спасибо. – 10 лет. – Спасибо. – Это была «Арена событий». Смотрите нас в четверг. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok